Добра и здравия всем вам, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать о своей новой, очень интересной истории. Я не знаю, как вы ее расцените. То ли это было у нас свидание с полтергейстом, называемым шумным или буйным духом, или барабашкой по-русски, просто говоря. То ли что-то другое. Ну, в общем, каждый из вас, вероятно, в этом увидит что-то свое. Расскажу, с чего все началось. Во время проведения компании ТВ-Экстра очередного вебинара в чате увидел интересный вопрос о том, что может быть причиной постоянного притяжения к прежнему месту жительства. И как от этого избавиться. Ну, так как ведущая вебинар не дала ответ на этот вопрос, вероятно, он был не по теме вебинара, я предложил человеку поговорить на эту тему, так как примерно понимал, о чем речь, и что, и как с этим можно делать. Договорились, созвонились, и тут прояснилась очень интересная история, очень интересные детали. Как сказала девушка, у нее там очень сильная привязка к старой квартире. Когда она была маленькой, у нее там все время кто-то стучал, барабашка, как она сама сказала. Он стучал по гладильной доске или по стене, или стучал дверками шкафа. Она жаловалась своей маме, но мама ей не верила. Потому что, когда мама просыпалась и приходила в ее комнату, в которой девочка спала, там, естественно, уже никого не было, и никто не стучал. Ну, так получилось, что потом, когда девушка повзрослела и переехала в другое место жительства, мама заняла вот ту комнату, в которой она спала, ее спальню, и потом через какой-то промежуток времени позвонила своей дочери, извинилась, сказала, что дочка была права, что в этой комнате на самом деле кто-то есть, и кто-то периодически стучит по разным предметам. То есть дочка была права, что там что-то есть, что-то или кто-то есть. Потом девушка вернулась назад домой, в родительский дом, в родительскую квартиру. Родители ей дали ту комнату, в которой они сами спали раньше. И в этой комнате опять кто-то начал стучать дверкой шкафа. Прям все начало ходить ходуном, как она сама рассказывала. Но так как она уже знала, примерно знала, что это такое, была знакома со всем этим, но ей все равно было страшно. Поэтому вот она сильно уставшая была уже ночью, и ей этот стук, естественно, не давал спать. Он ее, как она сказала, уже достал. Она подошла к шкафу, с силой ударила эта дверка шкафа, очень сильно выругалась, и все на этом закончилось. И после этого больше ничего подобного не происходило. Через некоторое время ее семья продала эту квартиру и переехала в другой дом. Но потом их знакомые сообщали о том, что эта бывшая квартира часто перепродается, так как там что-то творится нечистое, что-то происходит неладное. Девушка даже подумала, что может быть это она там мешает людям жить, так как она, они ее чувствуют, когда она во время внетелесной практики, во время ВТО туда прилетает и начинает перемещаться по своей квартире, залетает, заходит в свою комнату. Оказывается, вот эти новые жители этой квартиры, они периодически меняются, переезжают. А новые покупатели, новые жители покупают новую мебель, делают новый ремонт. Еще она предполагала, что это от того, что она не забрала с собой того барабашку, который там стучал и барабанил у нее в комнате. Она не знает причину происходящего, но ее туда постоянно тянет, прям тоска в груди. Итак, что мы там обнаружили и что и как мы делали со всем тем, что там нашли, со всеми этими находками, слушайте в следующем ролике, я полагаю, вам будет интересно. Почувствуйте, как вы расслаблены, как вам легко и спокойно. И сейчас мысленно, мысленно переместитесь в ту вашу старую квартиру, в которой вы жили раньше, в которой вы прожили много лет с самого детства. Переместитесь в ту квартиру, в то место и посмотрите. Мысленно спросите ту квартиру, то место, что вас там так сильно притягивает. Увидьте это. Разрешите себе это увидеть. Это может быть все, что угодно, живое, неживое, предмет, существо, сущность. Может быть какая-то ситуация. Может быть что-то там произошло. Разрешите себе увидеть все, что угодно, что вас так сильно туда притягивает. А если что-то видите или чувствуете, расскажите, что это. Ну мне сразу вспомнилось, как я маленькая девочка, там нахожусь. Мне лет пять и я чувствую, как за мной наблюдают. Мне от этого хорошо, что я под присмотром. А кто наблюдает? Вы знаете его или нет? Нет. А он наблюдает. Вы чувствуете с какой стороны? Сзади, сбоку или спереди? Сзади. Мысленно скажите ему, что не надо вас бояться. Не надо вас пугаться. Попросите, чтобы он или они никуда не убегали, не прятались. Те, кто наблюдает за вами. И попросите разрешения повернуться к нему или к ним и познакомиться с ними. Мы не причиним никому никакого вреда и беспокойства. Мы просто хотим познакомиться. И когда вы почувствуете, что он или они не боятся, они не против этого и разрешают вам повернуться к ним, медленно, потихонечку, повернитесь там, где вы сейчас находитесь. У вас получается? Нет, пока. Разрешите себе увидеть то, что там находится. Это может иметь абсолютно любой вид. Это может быть все, что угодно. Просто разрешите себе это увидеть. И пускай то, что там находится, не боится вас. И вы его тоже не бойтесь. Оно тоже не причинит вам никакого вреда. Мы никому не причиним никакого вреда и беспокойства. Мы желаем помочь и вам, и тому, кто там находится. Это, как три наставника, учителя. Я бы сказала, что это свыше, они за мной наблюдают. Я вижу три высших, как три. Три существа? Что это, как энергии или на что они похожи? Как вы определяете их? Силуэты. Я вижу немножко образы, они похожи на людей. Прекрасно. Очень хорошо. Попросите их, пожалуйста, пусть они примут свой естественный, настоящий облик. И просим их, кого вы почувствовали как наставников и учителей, представиться. Сказать вам, кто они на самом деле. Кто они и кем они являются для вас. Уважаемые наставники, учителя. Скажите, Ольге, кто вы и кем вы являетесь для нее. С какой целью вы здесь находитесь. Установите, пожалуйста, с ней прямую телепатическую связь. Будьте добры. Я уже ничего не вижу, темнота. Ничего страшного. Они все равно там рядом с вами. Почувствуйте. Они вам помогали там в детстве, когда вы почувствовали их присутствие и наблюдение за вами. Они вам помогали или мешали? Помогали. Помогали. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, почему так произошло, что они не ушли вместе с вами? Уважаемые наставники, сообщите каким-то, ну, любым доступным вам способом. Может быть, вы покажете ситуацию в мыслеобразах своей подопечной. Либо вы ей поможете вспомнить, почему вы остались в этом доме и не ушли вместе с ней. Вы принадлежите этому месту, этой квартире или этому дому. Или почему так получилось, что вы там остались и не ушли вместе с ней в другой дом, в другое жилище? Да, что-то там с местом связано. Благодарим вас за ответ. Уважаемые наставники, скажите, можем ли мы вам помочь покинуть это место, или у вас есть там какая-то задача, которую вы продолжаете выполнять? Если вы желаете покинуть это место, и вас там больше ничего не держит и не связывает, мы прямо сейчас откроем для вас портал к Творцу на дальнейшую эволюцию или в то пространство, в которое вы сами пожелаете уйти. Я прошу Ольгу представить в своей детской комнате наверху светлую воронку, которая поможет этим трем существам покинуть это место и переместиться туда, куда они пожелают. Уже представила, и они уже втягиваются туда и перемещаются. Втягиваются. Хорошо. А они сами хотят это сделать? Это по их доброй воле происходит? Да. Они как будто даже устали, застряли здесь и уже давно хотели отсюда уйти. Тогда, уважаемые наставники, мы не вправе указывать вам направление перемещения. Выбирайте сами и в добрый путь к Творцу на дальнейшую эволюцию, туда, откуда вы пришли, или в любом другом направлении. И мы просим вас закрыть за собой все порталы и карманы реальности, которые были вами открыты или созданы в этом доме и в той квартире, в которой вы находились. Пожалуйста, заберите все свои энергии с собой. Ничего своего не оставляйте. И мы благодарны вам за содействие и помощь, которую вы оказывали своей подопечной. У меня по телу прям пошла энергия, пошли мурашки, все тело как током пробивает. О как! У меня тоже. Очень хорошо. Значит, мы все правильно сделали. Что там сейчас происходит, расскажи. Все тело дергается, мурашки, током бьет, меня трясет и аж все колотит. Странно. Я не переживала по этому поводу. Вот скажи, это приятное состояние или неприятное? Приятное, только необычное. Ну, тогда ничего страшного. Может быть, это энергия очень высокого порядка из открытого нами портала. Эти наставники учителя уже ушли. Да. Тогда закрываем портал. Закрывай портал. Выражаю намерение полностью закрыть все имеемые там порталы и карманы реакции. Реальности, которые мы сами могли открыть, вольно или невольно. Забираем оттуда все свои энергии. Забери все свои энергии в чистом виде из этого места. Из этой квартиры. И теперь спокойно, мысленным взором пробегись по этой квартире. Ты маленькая девочка. Тебе пять лет. Посмотри, есть ли там что-либо еще, что тебя туда притягивает. Ну да, Букашка. Букашка? Да, странно. Почему-то он назвался Букашкой. Букашкой. А на что похожа эта Букашка? Как маленький зверек на крота похож. Ага, понятно. Уважаемый Букашка, скажи, пожалуйста, кто ты в этом месте? Кто ты в этой квартире? Почему ты там находишься? Он здесь живет. Хорошо. А скажи, пожалуйста, уважаемый Букашка, какую роль ты там выполняешь? Это роль домового? Или тебя в этом доме тоже что-то притягивает, что-то держит? И ты не можешь просто уйти оттуда? Или ты сам желаешь там находиться? Ему нравилось со мной. А почему ты не переехал с Ольгой, когда она переезжала в новый дом, в новую квартиру? Не забрала. А ты сейчас хочешь перейти вместе с Ольгой, если она выразит такое желание и намерение забрать тебя с собой? Ольга сама хочет тебя забрать? Или тебе лучше отправиться домой, туда, откуда ты пришел, в эту квартиру? Выбери, пожалуйста, сам. Он ко мне хочет. А Ольга хочет? Ну, как-то тянет. Да, тоска какая-то есть, тянет к маленькому. Какая-то связь есть. Ольга, желает забрать букашку к себе? Да. Хорошо. Тогда можешь любым доступным тебе способом, можешь взять его в руки, можешь взять его нежно и аккуратно положить себе в карманчик или как-то по-другому. Выберите сами, каким образом ты перенесешь его в свой новый дом, в котором сейчас живешь. Ты забрала его оттуда уже? Нет, еще пока. Он обижается. А что случилось? За что он обижается? Расскажи, пожалуйста, букашку. Что оставила? Ольга, пожалуйста, подари ему лучик любви, лучик света из своего сердца и подари ему конфетку. Разверни обертку и дай ему конфетку. Пускай он не обижается. Уважаемый букашка, просто Ольга тогда не знала, что ты там есть и между вами есть какая-то связь. Она на самом деле не знала. Прости, пожалуйста, ее. Ты же видишь, что сейчас она действительно хочет тебя забрать. Она от тебя не отказалась сейчас. Почувствуй ее любовь. Прими ее подарок. Получается? Я его уже здесь выпустила. Уже в новом доме выпустила? Да. Спроси его, где ему будет удобней, в какой комнате ему будет лучше разместиться. В спальне, в моей спальне. Скажи, пожалуйста, уважаемый букашка, ты не будешь мешать остальным жителям этого дома? Пока не знает. Ну, друг мой, ты, пожалуйста, реши сейчас, чтобы вы с Ольгой могли взаимодействовать и нормально, качественно взаимодействовать. И чтобы это было вам приятно и полезно и не оказывало никакого вреда всем другим жителям того дома, в котором вы будете жить дальше. Пожалуйста, договорись с ней, может быть, ты и во снах будешь к ней приходить, и вы там будете как-то общаться. Может быть, она тебя позовет, и вы с ней обсудите, как вы дальше будете с ней взаимодействовать. Пожалуйста, решите это в самом начале, чтобы потом никаких недоразумений и непоняток не возникало. Ты же понимаешь, о чем речь? Чтобы никому не было дискомфортно с твоим пришествием в этот дом. Вот сейчас странно, он сказал, что это я его создала еще в детстве. Вот как. Букашка, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то план вашего дальнейшего совместного существования? Как дальше вы будете жить? Он охраняет меня. Очень хорошо. Охраняет. Благодарю тебя за ответы и за это взаимодействие сейчас. И, пожалуйста, прими все те условия проживания этого дома, в которые тебя сейчас привели, чтобы никому не причинять неудобств. И чтобы вы мирно и комфортно сосуществовали на радость всем обитателям этого дома, включая тебя. Договорились? Да. Отлично. Скажи, пожалуйста, ты больше не обижаешься на Ольгу? Нет. Хорошо. Букашка, скажи, если знаешь, есть ли что-то еще в той старой квартире, что притягивает туда Ольгу? Нет, махает. Нет. Хорошо. Понятно. Теперь Ольга будет себя чувствовать комфортно в этом доме, как в своем родном? Да. Но он еще не изучил его. Ничего страшного. У него теперь много времени. Только, пожалуйста, делай это комфортно. Не греми там посудой, дверцами шкафов. Если хочешь пошуметь и погреметь, делай это тогда, когда дома никого не будет. Хорошо? Договорились? Да. Я очень благодарен тебе за то, что ты услышал нас и отвечал на вопросы, взаимодействовал с нами. И благодарю за понимание новых условий проживания в этом доме. И сейчас прошу Ольгу мысленно представить те энергии, которые она оставила в том старом доме, и полностью забрать их себе. Пускай эти энергии в чистом виде полностью вернутся к Ольге, вернутся в тот дом, в котором она сейчас живет. Полностью очистить старый дом от любых энергий, принадлежащих Ольге, и в чистом виде вернуть их к ней. Чтобы ни капельки ее энергии не оставалось в другом месте. Посмотри, пожалуйста, еще раз, действует ли там что-нибудь еще, что может тебя притягивать в этой старой квартире. Посмотри, пожалуйста, внимательно. Почувствуй. Шкаф еще показывает. А что там в шкафу? Сам шкаф или что-то в шкафу? Нет, сам шкаф. Чем он тебя притягивает? Что там в этом шкафу? Вы его сами покупали? Да. Ты можешь его забрать сюда, в этот свой новый дом, физически перевезти? Нет. Того шкафа уже нет. Шкафа нет. Осталось воспоминание от этого шкафа? Да. Я все время стою и смотрю на него. Я в ВТО все время на него смотрю. Хорошо. Тогда еще глубже залезь в этот шкаф, еще глубже нырни в него, почувствуй, что тебя так к нему тянет. Пускай проявится та энергия, или то существо, или событие, которое так сильно притягивает к этому шкафу. Я часть энергии оставила в этом шкафу. Я часто вытирала его, вытирала и душу вкладывала. Вот как. Хорошо. Если ты часто вытирала его, давай сейчас представим, что ты берешь в руки тряпочку, похожую на ту, которой ты вытирала его. Начинаешь его вытирать, этот шкаф. Как резинкой. Этот шкаф начинает стираться, начинает удаляться. А там, где ты протираешь его тряпкой, он исчезает, уменьшается. Вся его энергия переходит в эту тряпочку. Весь этот шкаф постепенно стирается тряпкой, вытирается и удаляется из твоего сознания в том времени и в том месте. А вся эта энергия переходит в эту тряпочку. Там, где ты проводишь тряпкой по шкафу, он исчезает. А его энергия, энергия воспоминания, переходит в эту тряпку. Тряпочка собирает все энергии твоего внимания из самого шкафа. И то место на полу, на котором стоял шкаф, тоже протри. И собери в тряпку все энергии без остатка. Полностью сотри этот шкаф. Получилось? Да. Отлично. Теперь представь, что вся та энергия, которая находится в этой тряпочке, которой ты вытирала весь шкаф, вся эта энергия преобразуется в чистейшую светлую энергию. В чистейшую светлую энергию трансформируется все, что было собрано в тряпочку. И эта энергия начинает в чистом виде струиться и встраиваться в твое тело, занимая те места в твоем теле, которые нуждаются в этой энергии. Представляешь, что вся собранная от тобой энергия из этого шкафа трансформируется в чистейшую светлую энергию, которая полностью, в чистом виде возвращается назад к правообладателю, к тебе, и заполняет, балансирует все твои тонкие и физические тела и восстанавливает баланс и гармонию. Получается? Да. Она даже раньше начала заходить сама. Очень хорошо. Прекрасно. Значит, мы все правильно делаем. Это та энергия, которую ты оставила там от частого взаимодействия с этим предметом. И мы сейчас вернули все эти энергии их правообладателю, то есть тебе. Все энергии, воспоминания об этом шкафе, об этом месте полностью вернулись назад к тебе. И давай еще раз мысленным взором пробежимся по старой квартире или представим ее в уменьшенном виде, как будто мы со стороны, как бы издалека, сверху вниз смотрим. Есть ли что-то еще в этой квартире, что притягивает тебя? Мы смотрим сквозь стены и потолки. Есть ли еще хоть что-нибудь, что тебе дорого или не нуждается в твоем внимании или энергии? Нет. Больше ничего не притягивает. Там все пусто. Очень хорошо. Отлично. Тогда еще раз вырази благодарность той квартире, в которой ты прожила много лет. Благодарность тем духам, наставникам, которые жили в этой квартире и как-то взаимодействовали с тобой. И скажи себе мысленно, что я полностью забрала все свои воспоминания, все свои энергии и все свое внимание из той старой квартиры. И теперь мысленно полностью переместись в свой нынешний дом. Закрепи в своем сознании все наши действия и разреши всем изменениям проявиться из твоего внутреннего мира во внешний мир. После словия, если можно так сказать, я полагаю, что вероятно у вас возникли вопросы, а что случилось далее. Как-то повлиял наш сеанс на текущую жизнь тех, кто живет сейчас в ее старой квартире. В старой квартире это девушки Ольги. Что сейчас с барабашкой происходит. Но мы так и не смогли выяснить. Мы не смогли найти вот этих соседей, или кто мог бы узнать, есть ли там сейчас что-то мешающее им. И есть ли там какие-то шумы. Есть ли ощущение постороннего присутствия. Но точно знаем, что барабашка по имени Букашка перестал беспокоить свою хозяйку. Было только одну ночь, когда сразу после переезда в новый дом к своей подруге, когда она его забрала из старой квартиры, он цокал языком. Вот так она сказала, озвучила, как он цокал языком. И стучал по стеклу межкомнатных дверей, помогая Ольге выйти из негативного осознанного сновидения. Ну так получилось, что вот в эту ночь она оказалась в какой-то негативной ситуации в осознанном сновидении. Еще Ольге пришло осознание, что теперь та старая квартира ее не притягивает так, как это было раньше. Раньше она могла во время выхода вне тела, то есть во время вне телесной практики прилететь в эту, прибыть в эту старую квартиру и дальше никуда не могла переместиться. То сейчас вот эта квартира является для нее как стартовой площадкой. Теперь она может, как бы отталкиваясь от нее, полететь на более высокие уровни. Ну если можно так выразиться, кто занимается этого не телесной практикой, тот понимает, о чем я говорю. То есть сейчас у нее вот такой жесткой привязки, которая была раньше, к этой старой квартире нет. Естественно, когда она прилетает в эту квартиру, заходит в эту квартиру, исследует ее, она встречает там, вернее вспоминает те события, которые происходили с ней раньше, в детстве. Она вспоминает, находит там разные свои книги. То есть, вероятно, это происходит какой-то возврат в прошлое. Но, конечно же, мы запланировали продолжение исследования всех этих феноменов и с шумным духом, который успокоился и больше не шумит. Потом с какими-то особыми ощущениями, которые возникают в связи с вот этой старой квартирой. И еще некоторые другие интересные моменты, которые мы пока не будем анонсировать. Сохраним, так скажем, отригу. Я надеюсь, там есть что исследовать. Но, по ощущениям, там много чего можно накопать еще, если можно так сказать. Расскажем об этом после детального изучения во время следующих погружений и трансовых путешествий вот этой девушки Ольги. Поэтому ждите скорых следующих выпусков. До скорого свидания. Продолжение следует...